а я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович сегодня в программе в ейске самолет су-34 врезался в жилой дом но губернатор краснодарского края сохраняет оптимизм и советует родным погибших идти на работу с хорошим настроением странно что жители дома не обвинили в дискредитации российской армии за то что их дом стал на пути самолета а всего лишь их заставляют радостно идти и дальше работать правоохранители задержали в москве парня за то что он прослушивал украинскую музыку 15 суток ареста и штраф 50 тысяч рублей ну что ж жители москвы теперь могут спать спокойно главный преступник города их теперь не побеспокоить уганда готова в будущем поставлять электроавтомобили в россию об этом заявил посол республики в москве ну что поздравляем российскую федерацию должен признать у нее остались высокотехнологические союзники ждем поставок самолетов из никарагуа и луноходов из ритреи мобилизованных из-за байкалья отправили домой из-за алкоголизма ну а что этот не самый плохой способ избежать мобилизации в китайском городе хэйхэ вдоль берега реки амур установили колючую проволоку только разделяет китайскую российскую границы вероятные установили для предотвращения попыток нарушения границы китая со стороны рф тут без комментариев просто напомню что россия считает китай своим союзник в тюмени самые патриотичные и безграмотные пассажиры вот почему-то прослеживается очень четкая связь чем патриотичнее в россии человек тем он менее образован балерины большого театра россии остались без пуантов генеральный директор владимир урин заявил что россия не в состоянии производить специальную обувь мне кажется что владимир зря так переживает во первых импортозамещение в россии решит эту проблему и в скором времени балерины большого смогут использовать и вот такую обувь и вот такую даже такую и во вторых в нужное время станцевать для телевидения балет лебединое озеро балерины смогут и босиком удалось запечатлеть кортеж 22-летней дочери кадыровой по совместительству министра культуры чеченской республики удивительно как у человека который снимал это видео не закончилась память в телефоне что-то мне подсказывать что основная статья расходов бюджете на культуру в чечне это расходы на топливо в россии все отлично не только с культурой но и образованием в одной школ махачкалы семиклассникам выдали по три учебника и пока дети ждут книги им преподают только те предметы по которым есть учебники мин обр науки дагестана признала что бюджетов в районах не хватает на закупку учебников из выделенных на книге 346 миллионов власти потратили 158 миллионов на оплату долгов за покупку учебников в прошлые годы мне кажется в дагестане должны обратиться за помощью кадыров он выделит на должность министра образования дагестана кого-то из своих детей проблема будет решена нет учебники не появятся зато у них будет самый большой кортеж у министра образования ну и наконец в украине назначена награду за поимку в плен игоря стрелкова гиркина сумма вознаграждения постоянно увеличивается сейчас когда я записываю эту программу на составляет 100 а нет простите уже 150 тысяч долларов комментировать эту новость я не буду просто пусть она будет в программе в качестве рекламы уверен что это видео смотрят и те у кого будет возможность получить эти деньги а теперь об этих и других новостях поговорим подробнее и не очень но традиционно перед этим попрошу поддержать это видео к л р п колокольчик лайк и пост подписка спасибо на днях в сети появилось видео тренировки белорусской армии я как белорус глядя на это видео начинаю испытывать испанский стыд не знаю для кого снималась это видео самое главное какой посыл она должно нести после просмотра этого видео потенциальный противник должен испугаться или что черт белорусская армия строит пирамидки из людей быстрее выше чем мы давайте сдаваться и вообще это демонстрации чего силы но разбивать головой шифер в реальных боевых условиях возможно разве что если десантника выбросили из самолета парашют не раскрылся и он упал на старый жилой дом а может это демонстрация военного креатива построение бойцов в доселе невиданный боевой порядок но сложно представить что на поле боя может пригодиться построение в пирамидку почему-то вспомнился момент из фильма астерикс и обеликс только это кино комедия в реальных условиях построение белорусских солдат в пирамидку может вызвать у вооруженных сил украины разве что желание еще раз снять это на телефон и выложить в тик ток но это если повезет а ведь если белорусская армия вступит войну то точно не повезет надеюсь солдаты и офицеры белорусской армии это понимают а вот что сложно понять так это русскую православную церковь священники рпц которые по логике должны сеять доброе и вечное продолжают свое черное дело давайте откровенно если начнется ядерная война и в этот момент находиться поближе к эпицентру то не факт что ты успеешь узнать об этом говорят что бог все видит но если это правда то сейчас бог просто в шоке и забер увидев все что происходит в россии особенно бога ввело в ступор следующее видео московская духовная академия семинара сражается с нато христос воскресе все батюшка валим нет это не съемки православного боевика и нет это не боевой маг из фантастического фильма это русский батюшка но заповеди в христианстве много поэтому российские попы еще способны удивить в иркутской области священник сдал депутатов фсбшникам за то что тот поставил свечку за украину настоятель храма выложил соцсети пост в поддержку войны одному из прихожан храма местному депутату пришлось это не по душе по его мнению церковь не должна принимать чью-то стороны он это высказал батюшки в итоге расстроенный мужчина поставил свечку за победу украины а также заявил что желает видеть украинские войска на красной площади священник недолго думая обратился фсб и сдал депутатов правда тот шокирован тем что батюшка выдал его секреты рассказанные в рамках таинства исповеди но оказывается в россии таинство исповеди не такое уже и таинство но и это еще не все семейный православный театр в российском городе пенза показал уникальный православный арт-хаус на спектакль давайте еще раз возможно вы не прочувствовали семейный православный театр показал танец в поддержку войны семейный православный танец поддержку войны более странное словосочетание сложно представить но разве что песня в поддержку убийства хотя она тоже там была если коротко рассказывать о спектакле то там было практически все и девочка с буквой z на кофте танцующая под песню я русский и женщины в кокошниках и парень в советской форме и даже богатырь в пластиковых пакетах доспехах я не знаю как в христианстве описан от но мне кажется что он выглядит примерно так еще один человек который уже забронировал место в аду депутат госдумы кирьянов предложил создать ведомству для продажи пиратских фильмов цитата это не должно быть стихийное действие когда кто во что гораст кто что смог украсть скачать и потом показывать это должен быть уполномоченный орган который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтение к интеллектуальной собственности тех стран которые максимально вредят россии и уже потом собранный контент продавать нашим коллегам которые будут им пользоваться сказал кирьян класс но идея для депутата госдумы слабовата по идее должно быть так сначала нужно выделить например михалкову или киа саяну из бюджета 500 миллиардов рублей они на эти деньги снимут кино для про украинских нацистов ну как найти на 1 миллиард снимут остальное распилят еще и с депутатом поделиться потом госдума примет указ что все граждане страны обязаны идти в кинотеатры и смотреть этот киношедевр и вишенкой на торте можно сделать задержание на выходе из кинотеатров после просмотра всех мужчин и отправку их на фронт крутая идея хотя их отправляют уже сейчас причем всех в россии пришла повесткам к 71-летнему пенсионеру вот пришла вчера поездка черту странно почему этот мужчина удивляется но все же просто деды воевали почему бы и сейчас дедам не повоевать тем более что руководство российской армии заботится о своих солдатах мобилизованным из тверской области выдали вот такие бронежилет красота а чё выглядит надежно вот есть еще более простой но очень надежный вариант бронежилета ну жизнь такой броник не спасет ну зато красиво правильно кстати это все вторая армия мира именно поэтому сейчас в россии семьи мобилизованных берут кредиты чтобы купить то ну что должна была предоставить российской армии надежде что потом вторая армия мира это компенсирует но власти краснодарского края пояснили что ошибочно мобилизованным придется вернуть выплаченные деньги и даже доплатить такой механизм региональной власти на местах хитро прописали в своих постановлениях о единовременных выплатах способов возврата 2 в судебном и внесудебном порядке если же призывник по ошибке не смог вовремя вернуть деньги ну например потратил их на мундирование то с него потребуют еще и судебные расходы а потом в тюрьму а там уже ждет пригожин и в любом случае снова на фронт мне кажется это очередная многоходовочка но мобилизация в россии это положительное явление так считает директор по персоналу российского банка юлия бородай цитата решение руководства верное сейчас в основном призывают мужчин из мелких населенных пунктов это пьющие и сидевшие люди мало зарабатывающие участие в сло поможет им заработать заняться спортом и перестать пить вы знаете мне всегда казалось что чтобы много зарабатывать надо учиться и работать чтобы не сесть в тюрьму нужно соблюдать закон а чтобы бросить пить нужно или сила воли или помощь специалиста оказывается нет чтобы решить эти проблемы нужно пойти и умереть но не стоит этого бояться ведь на фронтах у россии все прекрасно когда мы отступаем значит мы вперед идем или если сказать короче россияне осуществляют отрицательное наступление это не ребус это российские новоясы цитата коллаборанта кирилла стримаусова замглавы оккупационной администрации херсон уже давно находится под пристальным вниманием психиатров и нарколога всей планеты иначе как еще объяснить что он не несет вообще стримаусов записал вот такое видео вижу горы и долины вижу реки и поля это русское приволе это родина моя вижу прагу и варшаву будапешт и бухарест это русская держава сколько здесь любимых мест вижу пагоды в шри-ланке и корею и китай где бы я не ехал в танке всюду мой любимый край вижу речку амазонку крокодилов вижу я это русская сторонка это родина моя недалече пирамиды нил течет богат водой омывает русский берег русь моя горжусь тобой вижу вашингтон в долине даллас вижу и техас как приятно здесь в россии выпить вкусный русский квас над сиднеем солнце всходит утконос сопит пруду репродуктор гимн заводит с русским гимном в день войду вот индейцы курят трубку и протягивают мне все на свете любят русских на родной моей земле может показаться что у него действительно большие проблемы с психикой ну ведь у него в сетях появляются и вот такие странные видео мобильные группы нацистов на как они называют бандера мобилях пикпак пика пипа пикпахах смогли и немного углубиться но были отбиты нашими птурщиками и гранатометчиками херсонская область российской федерации под полной защитой армии все хорошо для моего очередная запись пошла до пикап это сложное слово и фантастические фото появляются у него ну в киеве он точно будет но не с таким радостным лицом но откровенно говоря думаю что это его секретный план стримаусов уже все понял и пытается выдавать себя за умолешенного чтобы потом суде таким образом избежать наказания но уверен это не прокатит хочется сегодня еще поговорить о важном но перед этим напомню к лрп колокольчик лайк репост подписка конечно если вам нравится это видео сторона страха и лжи продолжает войну против украины и убивают мирных людей разрушает украинские города не только путина его солдаты в этом им активно помогает и русская пропаганда вот так например про обстрел украины рассказывала скобеева под удары попали объекты противника в киеве днепропетровске хмельницком житомире одессе венец и тернополе и даже львов ракетные удары еще расскажу продолжают в эти минуты на всей территории страны объявлена душная тревога местных жителей местных жителей просят спрятаться ее напор и голосу мог бы позавидовать левитан а вот еще один российский пропагандист антон красовский судя по всему он забыл как разговаривать и решил показать свою молчаливую радость после ракетных ударов по центру киева кстати стоит отметить возможно он так безумно рад не только потому что в результате ракетных обстрелов украине погибли люди он же еще убежден что будучи вич инфицированным его не заберут в армию хотя подождем недельку может быть все изменится а вот коллега симоньян красовского скобеева и прочих глава руанского геноциды смы и радио тысячи холмов фалисиенко буга доставлен в гаагу там две недели назад начался суд над ним его искали 20 лет и нашли в замызганной квартире в пригороде парижа больного никому не нужного скрывающегося под чужим именем а юлиус штрейхер главный редактор фашистской газеты штурмовик был казнен по приказу нюблинского трибунала в 1946 году за антисемитскую пропаганду и призывы геноцида ни фалисиенко буга не юлиус штрейхер сами никого не убивали они просто делали то что сейчас делают соловьев симоньян красовский скобеева и другие придет время их тоже весь мир увидит на скамье подсудимых подумайте об этом на сегодня это все слава украине живи беларусь проснись россия до встречи и и Субтитры создавал DimaTorzok